Добрый день! Сегодня мы продолжим с вами знакомиться с новыми книгами. И следующая книга, которую мы прочтем, называется «Голыбельная для маленького пирата», которую написал Антон Ломаев. На оранжевом закате в час вечерней в синей бухте словно буря разразилась грохот гам и тарарам. Что там в Гавале случилось? Может быть, вулкан проснулся? Или базар торгуют птичьей в этот вечер у воды? Или это львы морские бьются с бандой кашелотов в пене грозных волн прибрежных и спуская дикий рев? Нет, конечно, это мальчик, сын седого капитана. Заигрался он немного, пошумел совсем чуть-чуть, разорвал свою тельняшку и углем, измазав щеки, прыгает, как резвый мячик и совсем не хочет спать. По отцовской, быстрой шхуне, под пиратским черным флагом, носится и крутит сабли, и карамбу он кричит. Скачет он по длинным веям, полосатой дикой кошкой, а веселый Роджер в небе улыбается ему. Привлеченный этим шумом, папа вышел из каюты. Словно царь морской сердито, он мальчишке говорит, Чтоб мне лопнуть это слишком, ты шумишь, как злая гуля, не под силу и мартышком так скакать и так вопить. Собирай свои игрушки, сабли, пушки и мушкеты, молоко согрелось в кружке, ужин, сказка на ночь, спать. На оранжевом закате у грот мачты быстрой шхуны пойман папа и сын любимый, хоть легался словно мул. Хриплым голосом пиратским папа песню запевает и при боя качает шхуну, как большую колыбель. Засыпай, засыпай, мой пиратик, скорей, подрастешь ты и станешь грозой у морей. Простуденное море спою я сейчас, ты глаза закрывай и представь мой рассказ. Айсберг белый плывет, словно дом великан, а над ним в небесах остроглазый баклан Наблюдает, как всплыв из холодной воды, синий кит раздвигает тяжелые льды. Альбатросы голодные в небе кружат, там внизу пингвинчик упал маскарад. Невдомек беззаботно веселой толпе, что застрял их братишка на узкой тропе. Что ты, папа, как же можно засыпать в такое время? Поднимай быстрее парус и на помощь поспешим. Не усну я на подушке, одеялом не укроюсь, молоко я пить не буду, но пингвина я спасу. Баю-бай, пиратенок, не надо кричать, все равно я сумею тебя укачать. Тихо все в Антарктиде, нашелся пингвин, все уснули на льдинах, не спишь ты один. Расскажу про тропические края сейчас, ты ж глаза прикрывай и представь мой рассказ. Крошку остров раз ласкает беспечный прибой, здесь под пальмы зарыл я свой клад золотой. Где на рейфах корабль мой едва не погиб, город ярких и пестрых, как бабочки рыб. Рыба-клоун играет там с рыбой иглой, рыба-ангел беседует с рыбой пилой. Но мелькнет тень акулы зубастой на дне, все летят рассыпную в лазурной стране. Папа, где мои пистоли? Всех наверх свистать немедля. Я гарпун точить свою буду, чтобы дать акуле бой. Как же можно спать в постели? Рыбкам там грозит опасность. Загрустит веселый Роджер, если их я не спасу. Ох-ох-ох, засыпай, фребюстерчик, скорей. Скоро вырастешь, станешь грозой морей. Все веселые рыбки сидят по домам. И давно засыпают под песенки мам. Расскажу я об Африке жаркой сейчас. Ты глаза закрывай и представь мой рассказ. По пустыне верблюдов идет караван, Чтоб из моря пески выйти в зелень саван. И на шеях жираф в стомачтовый флот. Горделиво средь буйволов в сонных плывет. Там в реке бегемот толстокожий лежит, А за папу и львом рыжий льонок бежит. И летят по лианам мартышки, крича, Кувыркаясь, играя, свистя, гогача. Папа, кафлики скорее, прикажи направить шхуну. Я хочу скорее к мартышкам с ними бегать и скакать, Покататься на жирафе, а потом на бегемоте И с веселым рыжим львенком бегать на перегонки. Баю-бай, засыпай, сын, пиратский, скорее. О мартышках забудь, слушай песни морей. Пропою флибустерскую песню сейчас Про пиратов отважных, а значит про нас. Ветер свищет над морем, скипает волна, Всех чудовищ морских поднимает со дна. Но страшней барракуды, касатки и льва Мы пираты, ведь каждый сорви голова. Сабли просятся в драку и порох наш сух. Нам бы только удачи, а там уж мы, ух! Мы как тигр бесстрашный, отважный голь. Берегись в наших пушах, купец и король. Папа, как же спать я буду? Ждут меня давно пираты, без меня не победить им. Нужен новый капитан. Прихожи готовить шху, но мы уходим на рассвете Вместе с волнами прилива. Поплывем за горизонт. Баю-бай, мальчуган, уплывай в свои сны. В небе светит серебряный талер луны. Спать ложатся русалки, дельфины, киты. Засыпают пираты, не спишь только ты. Затихай мой пострел, засыпай поскорей. Ты увидишь во сне три десятка морей. Закрывай поскорей голубые глаза. Ветер странствами наполнит твои паруса. Баю-бай, засыпай, все случится с тобой. Когда станешь большой, когда станешь большой. Вот такая колыбельная для маленького пирата. А следующая книга, с которой мы познакомимся, называется «Улитка и кит», которую написала Джулия Дональдсон, с которой мы с вами уже познакомились в предыдущих выпусках. Начинаем рассказ. Занимайте места про малютку-улитку и великана-кита. Вот скала, где над морем улитка жила. И вздыхала она то и дело. Как мне все надоело. Мир огромен, а я тут сижу на скале. А могла бы уплыть на большом корабле. Корабли отдыхали в порту, а потом отплывали. Ту-ту! Ей твердили улитки-соседки, сплошь тихоние домоседки, что ты вечно елозишь. Сиди и молчи. Но малютка-улитка вздыхала в ночи. Если б только держаться могла на воде я. Впрочем, кажется, есть идея. Вот улиткин след. У него серебристый цвет. Так петля за петлей получилась надпись. Вот это. Подвезите кто-нибудь вокруг света. А вот и кит-великан. Он прибыл из дальних стран и песню запела сверкающих единых о бубных дельфинах и стольких пингвинах, об алых кораллах и желтых песках. Допел, и улитка скликнула. Ах! А это китовый хвост, блестящий при свете звезд. Скалы он коснулся хвосту. Садись! И поплыли вдвоем. А это синее море баюкает на просторе улитку, плывущую на ките на крепком его хвосте к далеким неведомым странам, к айсбергам. А вот и китовый хвост, вот высоченные волны пляшут и плещут, и пенными шапками машут счастливые улитки на быстром ките на мокром его хвосте. А это царство подводное, где спят морские животные, где яркие рыбки порхают, как птички, и смотрят акулы голодные, как храбрая улитка плывет на ките на гладком его хвосте. А это небо все время разное, то облачное, то ясное, а то бывает еще грохочущее, сверкающее. Попробуй-ка тут удержись на ките, на скользком его хвосте. Дивилась улитка на небо, на горы, на птиц и зверей, на морские просторы, и вздоха однажды держать не смогла. Мир так велик, а я так мала. Но вдруг случилась беда. Вокруг забурлила вода, налетели моторные лодки, тарахтили они, как трещотки, и рванулся кит, и метнулся кит, слишком близко к пляжу подплыл. И тут начался отлив. И вот лежит он на берегу. Скорей в воду! Я не могу! Я слишком большой, чтобы ползать по суше. А голос китовый все глушит. О, как мне сдвинуть такую гору, а, впрочем, знаю. Держись, я скоро! И в путь малютка-улитка опустилась довольно прытко. В соседней школе звенит звонок. Сейчас начнется второй урок. А вот и учитель, строгая дама. Откройте книжки. Сидите прямо. А это доска квадратная, черная. А это вот наша улитка проворная. Улитка в классе. Нарушены правила. Ой, а наслед на доске оставила. Да это же буквы. И надпись проста. Всего два слова. Спасите кита! И вот все бегут пожарных завод. Киту на пляже копают пруд. И на спину воду прохладную льют. Ну вот и прилив. Расставаться пора. Весь город им кричит. Ура! И махала вслед зетворам. И песню запели, и скрылись вдали, и долго гудели им след корабли. Вот такая замечательная история о том, как маленькая улитка спасла огромного кита. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч! А остальные наши выпуски вы можете посмотреть также на нашем канале в YouTube.